МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смертельное ДТП. Один человек погиб и четверо ранены в результате аварии на трассе Лиман-Славянск. Столкнулись две легковушки. По данным спасателей, ДТП произошло недалеко от железнодорожного переезда. Один украинский военный ранен. В штабе объединенных сил сообщают о 28 обстрелах. Каждый пятый выстрел из запрещенного оружия. Со стороны неподконтрольной территории огонь ввели из минометов 120 и 82 калибра, вооружения машин боевой пехоты, противотанковых ракетных комплексов и гранатометов разных систем. География обстрелов остается прежней. Под прицелом позиций украинских военных в районе Крымского, Новозвановки, Катериновки, Луганского. На Мариупольском направлении неспокойно вблизи Гнутого, Водяного, Лебединского и Широкина. Световой режим. С 1 октября украинские автомобилисты обязаны включать ближний свет фар во время движения вне населенных пунктов. Для чего это нужно и как будут штрафовать нарушителей? Алексей Куделя выяснял. Ближний свет. С 1 октября водители обязаны включать ходовые огни во время движения за пределами населенных пунктов. Эдуарда уже успели остановить дважды. Причем на одном и том же километре. Сначала за обгон в неположенном месте, а теперь за выключенный свет фар. Хотя мужчина уверяет, правила дорожного движения соблюдает. Видимость машины больше. Можно увидеть. А сегодня-то почему так? Сегодня? Потому что одни остановили. Сняли штраф. Поэтому перенервничал и забыл включить. Некоторые о выключенных фарах вспоминают только увидев инспектора. Я поняла, я на блокпосту выключила фары и не включила выключения. Были выключены. Да, извините. А вы знаете, что по пункту 9 выжим правил дорожного движения? Да. Это предусмотрим штраф. А это 425 гривен. Пока же патрульные ограничиваются устным предупреждением. Но останавливают всех нарушителей, даже героев Украины. У меня электромобиль и делать батарею. Мне для Славянска нужно доехать. 36 километров запаса. Доехать. Доехать. У меня 36. 36 километров запаса. Со светом хватит. Доехать. Полицейские говорят, пренебрегать новыми требованиями нельзя. И дело не только в штрафе, а и в безопасности. Это важно, потому что в осенне-зимне-весенний период, с 1 октября по 1 мая, появляется в связи с сокращением светового дня в затемненные участки трассы есть необходимость в повышении видимости транспортного средства для других участников движения и также пешеходов, которые, возможно, могут переходить дорогу. К слову, в Европе со включенными фарами водители ездят всегда и везде. В автомобиле свет включается автоматически. Всегда ближние или ходовые огни. И заводом изготовителя на всех автомобилях он идет уже как опция. Мопеды, транспортные средства, автомобиль и ключ зажигания только поворачиваете. Уже заводом изготовителя предусмотрены ходовые огни. То есть они должны работать всегда. С ближним светом фар за пределами города украинцев обязали ездить до 1 мая. Плюс четыре ночью и местами дождь. Такой погодой Украина встречает октябрь. И хотя сани нужно готовить летом, даже сейчас не поздно утеплить свои жилища. Как сделать это быстро и сколько это будет стоить, узнавали наши корреспонденты. Но только не зимой, когда руки едва ли не примерзают к столешнице. Не спасает даже батарея. А снова менять окна пока нет возможности. Хотя именно тут одна из самых больших зон потери тепла. Особенно если есть щели. Это все тепло. То есть это векна, это двери. Поэтому самый дешевший вариант – это поролоновые ущельнивачи. Або более удосконаленные, которые имеют клейчую смушку. Стоят от 5 до 20 гривен. А благодаря им в квартире теплее как минимум на 2 градуса. Еще столько же добавит теплосберегающая пленка. Крепится с помощью фена. А стоит до 100 гривен. Без внимания не оставляйте и батареи. Даже если не планируете их менять на лучшие. Надо поставить зарадиаторные рефлекторы. Это своего рода фольга с утеплителем на простом языке. То есть она позволит не нагревать стену наружную. И она позволит отражать все тепло в квартиру. Заводим за батарею. Вот тут приклеиваем. Работы на несколько минут. Такой материал бывает разной толщины и на любой вкус. На одну батарею это будет от 20 до 50 гривен. А еще радиатор не стоит закрывать тумбами или даже шторами. Они задерживают тепло, которое стремится попасть в комнату. Виктория Калашникова, Сергей Маргун, Александр Скиба, Телеканал Донбасс. Скифский меч, датированный 5 веком до нашей эры, будут экспонировать в Славянске. Музею его передал местный житель. Посмотреть на артефакт приехал и министр культуры Украины Евгений Нищук. Чем уникальность меча и почему его привезли именно в Славянск, расскажет Мария Сергеева. Оружие, датированное 5 веком до нашей эры, в музей передают военные, принимавшие участие в боевых действиях 2014 года. Сегодня они пробуют на прочность оружия, в котором воевали предки. Я даже боюсь взять за рукоятку, я думаю, можно, да? Можно, можно. Ну, приятно. Ядро от меча нашли в Славянском районе, затем его отправили в Киевский научно-исследовательский центр. Здесь он пробыл полтора года. Была установлена камера и можно было бы видеть, как по крупинкам здействовалася эта реставрация. Доведенный факт историками, что это датуется 5 веком до нашей эры, это уже уникально. То, что меч имел историю борьбы за эти же земли от загарбников, Длина 27 сантиметров, вес 1,2 кг. На рукоятке меча орнамент змеи, ранее украшенный драгоценными камнями. Отреставрированное оружие в Славянск привез местный житель. Он его выкупил специально для того, чтобы подаровать нашему мечу. Он был абсолютно ржавый. У него брал рыхлая такая поверхня. И наша задача была закрепить, чтобы он совсем не заумевался. Он мог раскрешиться просто. В экспозиции Славянского музея «Скифский меч» появится, как только для него изготовят специальную герметичную витрину. Мария Сергеева, Максим Кривошенко, телеканал Донбасс. Примерно 50 тысяч украинцев имеют нарушение слуха и речи. Исправить можно только в детском возрасте, но при наличии слухового аппарата. Подобрать устройство могут специалисты после того, как определят степень тугоухости. История мальчика Таира дальше. Грохот аттракционов в экстрим-парке разносится на километры вокруг. Здесь аттракционы. Дети играют, кричат, играет музыка. Но мой ребенок этого не слышит. Маленький Таир в полной тишине уже год. Он перенес простуду, которая дала осложнение на органы слуха. Погибли нервные окончания слухового нерва, волосковые клетки, которые воспринимают звук. Диагноз врачей – четвертая степень тугоухости. Хуже только полная глухота. Если не принимать меры, ребенок не научится разговаривать. Помочь могут только современные слуховые аппараты. Это супермощный аппарат, который предназначен для тяжелых и глубоких степеней тугоухости. Вот как у этого ребенка. Чтобы сын услышал голос мамы, нужны были десятки тысяч гривен. Многодетной семье такая сумма не под силу. Мы переселенцы и живем не в своей квартире. У нас трое детей, которые учатся. Трехгодовалому мальчику и его семье помог фонд Рината Ахметова. Вот так и малышу возвращается слух. Включили аппараты, он, видите, стал улыбаться. Я бы так услышал. У него заиграли глазки. Мы очень благодарны Ринату Ахметову и всей его команде за то, что помогли нашему ребенку, чтобы он не слышал мир. Врач дает хорошие прогнозы. Таир в ближайшее время наверстает упущенное. Нужно пользоваться слуховыми аппаратами с утра до вечера. И больше разговаривать с ребенком. И в этом случае он эти два года, которые не слышит, может наверстать за год. Старшие братья рады успехам младшего. Ведь теперь они могут вместе и на велосипеде кататься, и книжку читать. Буду учить его рисовать красиво. Учить буквы, читать, чтобы он хорошо читал. От фонда Рината Ахметова адресную помощь на лечение уже получили почти 11,5 тысяч людей. Половина из них – дети. Таир из Мариуполя теперь снова слышит и смеется, когда мама читает ему сказку. Что вам надо? Шоколадо. Для кого? Для сына моего. Ростислав Сысоев, Сергей Чакрыгин, телеканал Донбасс. Латте, капучино и американо. К Международному дню кофе. В Покровске провели флешмоб и выставку тематических картин. Наша Елена Успенская решила выяснить, насколько полезен этот напиток. Что узнала? Смотрите. Запрошу вас посмаковать кавою с такого сервиза, цикавого. Американо из раритетного сервиза. В Покровске к Международному дню кофе музейщики угощают посетителей горячим напитком. В честь праздника здесь открылась тематическая выставка. В экспозиции – работы из кофейных зерен. Все хороши. Главное изюминка – то, что нарисованы кофе. Меня очень заинтересовала история самого кофе. Еще то, что когда оно пришло в Европу, его начали называть арабским вином. Международный день кофе для Виктории не просто праздник. Из-за любви к горячему напитку девушка оставила профессию стилиста и стала баристой. Люблю кофе, поэтому люблю общение с людьми. А эта работа как раз в принципе для меня. Капучино. Больше 10 чашек в день. Евгения – ярый кофеман. Признается, от кофейного пристрастия ее самочувствие только улучшается. Достаточно хорошо, но, наверное, чашек 12-12 выпивала за день. Пить или не пить. Медики призывают кофе не злоупотреблять. Достаточно 2-3 чашки в день. Иначе возможно нарушение сердечного ритма и бессонница. Если это человек гипертоник, то, конечно, кофе ему будет вредно. Можно кофе с молоком, можно кофе грамм 50-70 утром. Как правило, кофе лучше принимать в первой половине дня. Может быть, даже до часу. День кофе официально начали отмечать три года назад. Дату 1 октября утвердили в Международной кофейной ассоциации. Елена Успенская, Владимир Краснов, телеканал «Донбасс». Юбилейная дата. 240-летие отпраздновал Мариуполь. С утра тысячи людей стали свидетелями и участниками масштабного парада с инсталляцией истории города и хореографическими номерами. Также здесь прошли легкоатлетический забег, фестиваль еды и шоу дронов. В завершении дня на главном проспекте Мариуполя для горожан и гостей города выступили звезды украинской эстрады. Сегодня у нас день рождения нашего города, и мы поздравляем наш город. Мы приехали из Киевской области сюда отдохнуть на выходные. Мы хотим с удовольствием поздравить ваш город с днём рождения, пожелать, чтобы этот город процветал и был таким же красивым, как сегодня. Зменивается место, зменивается мариупольцы. Они больше посмехаются, они выходят на улицу, они всего не боятся. По-перше, это безопасное место, это расквитающее место. Проверка на чувство юмора. Донбасская Лига смеха приехала в Мариуполь. Как это было и кого признали самым смешным? Валерия Семичихина видела. Лига звезд! Лига нации! Лига звезд! За победу в полуфинале Донбассской Лиги смеха борются 10 команд. Руслан Павленко из Мариуполя. Последние 15 лет он играл в КВН, хотя по профессии – металлург. Говорит, свою жизнь без юмора не представляет. Всё началось, наверное, ещё со студенчества. Потом начал работать на заводе и там попал в сборную комбината. И со сборной долгое время, порядка 10 лет. А потом мы с пацанами улетели в космос. А это киевлянин Максим, игрок чёрного квадрата Макаревича, считает его команда самая смешная. У нас очень смешные шутки. Мы танцуем на выходе. Это больше никто не делает. Никогда не было такого в Лиге смеха. И в КВН. Вот, мы танцуем на выходе. У нас одинаковые кроссовки. Тренер команды – участник профессиональной Лиги смеха. Абрам Аганисян признаётся – своими воспитанниками он доволен. Они очень самостоятельные. Всё сами приготовили. Они настолько самостоятельные, что если бы я не приехал, они бы сами выступили бы. И выиграли бы сами. Если смешно, то смешно всё просто. Если не смешно, то не встаю. Там, на самом деле, зритель тоже может оценивать. Он так и делает. Впервые Донбасская Лига смеха приехала в Мариуполь. Редакторы проекта уверяют – попасть к ним могут только люди с хорошим чувством юмора. В каждом городе, в каждом регионе, конечно же, есть масса молодых людей, которые хотели бы заниматься юмором и как развитие, попасть в телевизор и там продолжить уже свою телевизионную карьеру. По итогам этой игры за звание самых смешных на Донбассе будут бороться 7 команд. Полуфинал пройдёт в Краматорске 30 октября. Валерия Смичихина, Евгений Ткаченко, телеканал Донбасс. На этом выпуск завершён. Будьте в курсе событий вместе с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова